Я не успел ответить на этот вопрос, но в следующей игре принимают участие те, кто в интерактиве ТОП-5 заняли. А, ну все, то есть 4 игру за прошло. Да. Здравствуйте, могу уважать, молодые люди. Облюди. Как давно я ждал этого момента. Мы начинаем турнир по дуэли во второй раз. И сегодня мы будем решать, кто же дойдет до вершины Олимпа и заберет с собой 5000 рублей. Но, одна проблема, эти 5000 рублей никому не останутся, потому что сегодня мы будем играть на убавление. Но, каждая фишка, которая сегодня будет поставлена на неправильный ответ, будет равняться 5 рублям. В следующем раунде это будет какая-нибудь сумма, которую решит властчастный механизм нерусской рулетки. Но, я хочу... Новый русский рулет. Я хочу сейчас пригласить на место, конечно же, не пару матчей, а открытия, но все-таки пару второго матча. И это Димон-123, который, на самом деле, является Дмитрием Даниловичем, и Максим Волков, который является Юрасичем. Да ладно. Здрасьте. Если уж не рулетки, то здесь будем ответить. Ну, если уж не рулетки повезло, то, может, повезет и здесь. Итак, статистика по дуэлям 0-0. Вы все прекрасно знаете, как мне отвечать. Да, хорошо. Я, извините, себя отключу, чтобы пинга не было такого сильного. Начинаем дуэль. Первый вопрос. Патрика, я поздравляю. Спасибо. Какой из этих альбомов принадлежит Земфире? Примадонна, то ли еще будет 14 недель тишины счастья в личной жизни? Так. Чему я не могу себе вырубить звук? Теперь вырубил. Итак, ответы. 14 недель тишины, мы продолжаем. Правильный ответ. 14 недель тишины. Одна фишка отправляется в джекпот. Якобы отправляется. Джекпот все еще увеличивается. Итак, второй... Господин Марча, вы что, забыли кое-что изменить? Я забыл, я забыл изменить скрипт. Заменим сегодня... Какой неофициальный титул присвоили альпинистам, покорившим все? Все пять семитысячников на территории СССР. Архер, снежный барс, товарищ Рамон, черный альпинист, сноубарс, привет. Акселератор пошел в ход, но... Это у меня немного ответы запаздывают. Да я что-то не понимаю. Пингует, пингует значит. Да, пингует что-то, не знаю. Снежный барс принесет нашим игрокам третий вопрос. И, скорее всего, это так. Ну, конечно. Роман Транцик приносит нашим игрокам возможность решить этот третий вопрос. Третий вопрос. Какой город находится севернее? Ганалу, Лос-Анджелес, Манила, Шанхай. Ээээ, не успел ответить. Давайте посмотрим ответы. При Маниле и Шанхае Дима выигрывает свою первую дуэль в режиме Best of 2. То есть ему надо быть еще вторую. Если это Ганалу или Лос-Анджелес, мы продолжаем. Верный ответ. Лос-Анджелес, четыре фишки в джек-пот. Сус, четвертый вопрос. Какая река Европы протекает через наибольшее количество стран? Висла, Дунай, Рейн, Эльба. Винкует акселератор, мне кажется. Если это Висла или Эльба, Максим выигрывает первую дуэль. Эээээ, не успел ответить. Правильный ответ. Правильный ответ, Дунай. Четыре фишки открывается в джек-пот. Мы играем дальше. Пятый вопрос. Что означает выражение ВЕТА? Запрещаю независимость, самостоятельность, смелость. Так, ну, изи же вопрос. Вот я вот подзабыл, честно, что это такое. Запрет или независимость? Запрет. Запрет на что-либо. Вот Роскомнадзор наложил ВЕТА на Телеграм. С переведущим вопросом не привет, потому что Дунай как раз электрика Польши. Да, обновлен его саундпак. Нужен обновленный саундпак, который лежит где-то в паблике. Так, это... В далеком накобесе, так сказать. Какого актера конкурс Золотая Малина посчитал худшим актером 20 века? Брэд Питт, Мэл Гибсон, Селеса, Сталон и Том Круз. Вроде как первая десятка вопросов. Нет. Итак, показываем ответы. Если это Том Круз, то Юрасик каким-то неведомым образом выигрывает свою первую дуэль. Верный ответ. Селестер, Сталон, опять ищет отправляется. Ой, все. Седьмой вопрос. Цукини. Это сорт. Кабачков, крыжовника, томатов, яблок. Ну это простенько. Особенно тому, кто их сегодня насадил, а так? Кабачек. Ну конечно же. Кабачки. Куда? Камень. Геракл, Прометей, Сизиф, Тантау. Фиксирует ответ, акселератор. И опять пингует, мне кажется. Да что ж такое? Ну блин, ну Сизиф он в труд, вы че? Конечно, это Сизиф. Одна фишка отправляется в джек-коп. И я немного бы подеспокоился насчет Юрасика, потому что по фишечкам слабенько верится, что он доживет до 11 вопроса. Однако 9-й на счету у нас... Ну как говорите, состоялся дебютный выход на берег крутой, знаменитого оружия Катюша в 41-м году. Днепр, Донестор, Москва, Ниван. Если это Днепр, то, собственно, игра продолжается. Если это Днестер, Дима заканчивает первый дуэйт. Правильный ответ, Днепр. Одна фишка уходит в джек-коп. Дима, нервничаешь? Отправили. Ту, я абсолютно нервничаю. При том, что в двух фишках опасно. Десятый вопрос. Последний вопрос, где акселератор может быть не использован. Чем заполнилось выступление сборной Франции в финальной части? Чем 2002 по футболу? В составе команды играли три брата. Все игроки были чатнокожими, действующие Джон не преодолел гукового этапа. Или один экстремер, двум министром сборта Франции. Кто-то, наверное, не помнит. Интересный вопрос, по-саму. Можете избавляться от акселератора? В принципе, я. Дуэль окончена. Но, если в составе команды играли три брата, или же действующий чемпион не преодолел групповой, то она закончена в пользу Дмитрия Даниловича. Если же все игроки были чатнокожими, то... Максим буквально на последнем волоске. Живости, первый дуэль. Верный ответ! Действующий чемпион не преодолел групповой этап. Максиму билет. Не ГГ, потому что у него еще есть второй шанс. Я имел ввиду ГГ в этой дуэлье. Хорошо. Итак, пока что по дуэльм у вас 1-0. Ну а мы, собственно, вас отпускаем и приглашаем с этим. Сейчас бы правильно ввести его ник. Это Максим из века против Александров. Максим, я надеюсь, ты помнишь, что... Что-то слилось, а его тут нет. Это Механизм Русской Рулетки против Подарка Коллекторам на Новый Год. 0-0 по дуэльм. Первый вопрос. Давай вопрос, ты че? Ольстер это... Витку Старник. Измерительный инструмент. Название провинции. Наименование валюты. Интересно, успел ли ты зафиксировать тот ответ, который ты дал мне последний? Не успел. Однако... Ольстер это та часть, за которой боится Ирландия. И боролась. Нет названия провинции, так что, Максим, если бы ты сейчас... Если бы ты делал один крюль и передать ему, то он бы потерял одну фишку во второй вопрос. Как называется высочайшая вершина в Южной Америке? Аконкакуа. Каверла. Чимбурасу. Ямонтау. Я этого не сделаю. Вот не хочу этого делать, поэтому... По-моему, тот ответ. Да, это тот ответ, который должен был приняться. Собственно, конечно же, Аконкакуа. Ужасный. Максим просто не успел, но он... Он прям на волоске. Подожди, сейчас, совмят, сейчас будут сложные вопросы, на которые мы будем думать минуты по десять. И что-то типа того. Нахрена не им. Иногда я не хочу задействовать себя. Мне просто стучит. Третий вопрос. Юбороду первый собственноручно настрик Пётр первый во время кампании по приобщению бояк в западной реализации. Меншиков, Шейн, Шереметьев, Флеппорт. Вот видишь, зачем нужны акселераторы игра. Итак, если это Шейн, то мне ничего не остаётся сделать, кроме как сказать, что первую дуэль выигрывает Александр Пушкаревский. Верный ответ. Проверим там, что... Я говорю настолько громко, насколько могу, это звуки такие. Я вас пока что отпускаю. А мы приглашаем к столу третьих игроков, которые нам на сегодня нужны. Это... Геймербой и... Где он там? И простая Моника. Простая Моника, блин! Моника, они готовы! Мада! Итак, в быстром темпе вальсе мы начинаем дуэль. Просто я очень хочу перейти в тот самый дуэль победителей. Вы понимаете о чём? Первый вопрос. Жителей какого города называют ещё и скопарями? Орска, Пскова, Скоровейска, Скорбова. Ладно, пинги. Пинги, походу. Скорбова, это правильный ответ для Вадима Иванова. Скоп, продолжение игры. Скоп, одна тишка в же скоп. Второй вопрос. Скопарь. Ну, в принципе, окей. Как валя Абата, с которым Эдмон Дантеско наткнулся в замке Ив? Вампа, Кавалькантия, Мондега, Фария. Ты, Фария, Фария. Фария. Блин, падла. У меня немного залагало всё к херам собачьим. Это значит, что мне надо апгрейдить с компьютера. Это значит, что это если Фария, то Иван Скепанов выигрывает не только в русской рулетке, но и в первой своей дуэли. Правильный ответ. Фария. Фария. Как бы ни на что не намекаю, но сегодня почему-то Иван увезёт. 6 тысячи поправляются в жипот, они вот отправились, я вас искаю. И так. Кошатник в Сея Руси против... Против Микучан же, по-моему, да? Если я правильно помню. Ты правильно помнишь. Да-да-да, я тут. Ну что, Кошатник в Сея Руси, готов? Я не Кошатник в Сея Руси. Сея Руси, вот у меня вот рядом сейчас сидит Кошатница. Вы путаете меня с ним. Ага. Ну, Кошатник. Марча путается с Копатичем. Ты. Куда? Давайте дуэлиться. Эээ, входите, все желание. Я не слышу, к вами ведущего. Спасибо за минус микрофоны. И, веруя там. И, и, и вот. Все, прось. Спасибо. Итак, первый вопрос. Как отвечать мне, вы помните. Какой вопрос вы считали, сокрутите своему директору Калугиной из служебного романа. Мыдра, Крымза, Микера, Мыбра. Тут даже акселератор использовать не нужно. И так все, кто-то. Если я сначала отправляю цифру, а потом этот. Да, надо сначала цифру, а потом. Эээ, а когда я отправил цифру и звездочку в одном предложении, оно зафиксировалось. Я не знаю, что там со скриптом. Там был просто не успеть, как-нибудь раз. Вот это сейчас я быстро сообразил. Ну, буду отвечать как подряд. Сейчас это пока что не так важно. Второй вопрос. Из чего произнесли почти все от современной растения? Водоросли, грибы, лишайники, махи. Мох, точнее, максим из веков. Если этот ответ правильный, я лично переведу тебе 10 рублей. Мне это уже начинает нравиться. При водорослях это продолжение, при лишайниках тоже. Если это мхи, то не только кошелек Фоксима из векова пополнится на 10 рублей, но и дуэль окончится в пользу Кирилла Алексеева. Это водоросли, три фишки. Наконец-то, я троллит. Я ж так и думал. Ну, только фишки агентовал. Поехали, я попался. Центральный арест в качестве главного совещательного, директивного и представительного органа ООН. Занимаем. Генеральная ассамблея, международный суд ООН, Совет безопасности, Совет по опеке. Внимательно я слежу за перемещениями Дюкчана. Ну, хорошо. Если Совет безопасности бешевает, если это ассамблея, то продолжаем. Одна фишка, подпоем и дальше. У кого-то микрофон плохой. У меня все нормально, врач. Потому что у кого-то слышны стуки по микрофону. Идущего вообще почти не слышно. Это значит, у меня. Сейчас. Этот музей возник в 1764 году. Нормально. Как частное собрание Екатерины. Второй. Музей изобретательных искусств имени Пушкина. И музей Третьковской галереи Эрмитаж. А вот теперь вроде нормально. Итак, фиксируйте свои ответы. Почему вы отмели галерею Эрмитаж? Эрмитаж позже, по-моему, появился. Я, если честно, уже не сильно в истории, потому что после школьного курса уже все забыл. Ну, мне лично кажется, что Эрмитаж сам, он как бы, вот, ну, питерский, по-моему, он каким-то другим был организован. А Третьяковская галерея скорее Третьяковым больше. А вот насчет... Мне кажется, что это больше второе. Я что-то слышал про это, но не рискнул выбрать только его. Как-то так. Ну, если это Третьяковская галерея Эрмитаж, мы первый раз за эту дуэль играем решающий вопрос. Верный ответ. Эрмитаж! Па. Как бы это на самом деле удивительно звучало, но один из крупнейших художественных исторических музеев мира начинал свою собственную историю с коллекции произведений искусства, приобретенных в частном порядке императрицей Екатериной Второй. Четыре фишки отправляются в джекот, мы играем решающий вопрос. Правила решающего вопроса для вас. У вас будет по одной фишке. У вас нет акселераторов, акселератор запущу я. Если тот, кто даст ответ первым, его зафиксирует, то, собственно, тот ответ, который мы зафиксировали, и будем проверять. То есть тут даже дело не в пинге, наверное, а в быстроте. Хотя, может, и пинг тоже играет свою роль. Шансы равны 50 на 50. Ну, там, смотря, конечно, какой вопрос будет. Итак, вопрос. Как называется прыгивание гимнаста со снаряда на пол? Заскок, отталкивание, прыжок, соскок. Кеша зафиксировался в ответ, даже не дав ответить Кириллу, который вроде как ничего и не написал. Я слишком долго думал. Итак, если это соскок, то Кеша побеждает в дуэли. Правильный ответ! Соскок! Кеша, поздравляю! 1-0 по дуэлям. Я вот думал, что наоборот, это не соскок, а что-то вот абсолютно другое. Итак, я ждал этого все сегодняшние полчаса. Это то, чего хотят, оп, игрока. Потому что... За 24. За прошлый финал надо мстить. Это Дмитрий Некрасов и Глеб Костков. Наконец-то я смог все-таки увидеть эту дуэль воочию, потому что на прошлом финале меня, к сожалению, тогда не было. Как отвечать, вы знаете. Для вас звучит первый вопрос. Ну что, Дима? Не включается микрофон? Нет, я, в принципе, могу и подождать. Почему бы и нет? А, его размутить не смогли. Абсолютный рандом, типа. Извините, так получилось. Я сам не мог ничего... Я, конечно, за такой рандом вам выскажу, господин ведущий, свою персональную эфи, потому что сталкивать на такой ранней стадии таких игроков, как... Это то же самое, как в футболе сталкивать Реал Мадрид и Барселону на стадии 1-8 финала Лиги Чемпионов. Потому что если бы я узнал, что это не было случайно, я бы супер разбомбил сейчас. Это пиздец какой-то, реально. Ну, я тоже... Понимаете, сейчас как бы тоже 1-8, я ни на что не намекаю. И причем тут, в отличие от первого турнира, нет ни нижней сетки, и сейчас один из нас, кто проиграет, больше не сыграет в этом турнире. Собственно, вот в чем пиздец. У него есть вот тот, кто сыграет, сейчас может проиграть, у того будет возможность потом в интерактиве попасть в специальный, скажем так, формат дуэли, который будет проводиться для прогнозистов и интерактивщиков. Итак. Ну да. Ну! Мне кажется, с собой микрофон немножечко... Опять. Так напряжение-то нарастает, ты сам понимаешь. Да, напряжение нарастает. Вопрос номер один. А потом, как только кто-то выиграет, оно может резко упасть. Чем прославился князь Григорий Осипович Засекин? Был воеводой городов-крепостей на Молге? Был казацким атаманом? Написал домострой или же служил послом Петра Великого? Дима? Я ожидал чего-то другого от начала этой дуэли, но... Ну, хорошо. Я посмотрю, правильный ответ. Если это казацкий атаман, если это человек, который написал домострой, если это посол Петра Великого, мы продолжаем. Если это воевода городов-крепостей на Молге, этот вейс запоминается нам как самая короткая пока что за все два этапа турнира. Правильный ответ. Вы его до городов-крепостей на Молге. Это не просто пиздец, это супер пиздец, Антон. Я охреневаю, ребят, вот. И с тебя, Антон, и с какого вопроса? Глеб, у тебя еще будет сейчас возможность отыграться при второй дуэли, потому что мы играем Best of 2. Простите меня, конечно, пожалуйста, но когда ты слышишь из наушников, находясь на расстоянии нескольких шагов, фразу «это не пиздец, а супер пиздец» становится как-то неловко. Где Дмитрос? Он есть здесь, Дмитрос? Дмитрос почему-то его тут нет. Ни Дмитроса, ни Фримонта нет. Значит, мы играем... Фримонт и DTS, Фримонт и DTS. Я сфильм еще. А Хлопин здесь есть сейчас? Да. Да? Нагиса-чан. Нагиса-чан, да, Нагиса. Ну, значит, сейчас играем первую дуэль между ними. Это не просто Дмитроса, а это Байцовича. Вот вы знаете, если их обоих нету, значит, это... Я еще в пути. А как понять? Он... Честно. Примонт и DTS, Примонт и DTS. Примонт с Дмитросом... Дима, обеспечь мне атмосферу Rare. Спасибо. Мы играем! Как бы... Как отвечать? Наши игроки помнят. Поехали. А у нас тем временем 15 минут до конца нашей игры. Первый вопрос. Надеюсь, что не последний. Имя родного брата Шерш Хоффс. Артур Джон Майкрофт Уилкинс. Мне тут сейчас нужны не ваши ответы, а ответы славян и Нагиса. Ну и, конечно же... Артур Конан Дойль, Джон Ватсон, Майкрофт Холмс и Уилкинсон. Напомните мне, пожалуйста, я немного тупой. Второй вопрос. Что является автором романа «Кладбище домашних животных»? Джон Рональд Руэл Толкин, Роберт Шеклис, Севен Кинг, Эдгар Алан Пон. Опять у меня все к херам лагает. Кто ушел, интересно. Если это два варианта, на которые были поставлены фишки Кирилла Хлопина, это Стивен Кинг или Роберт Шеклид, то мы заканчиваем первую дуэль этих оппонентов. Оппонентов. Верный ответ! Роберт Шекли вообще-то. Стивен Кинг. Сейчас. Я найду ответ на всякий случай. Да, «Кладбище домашних животных» — это роман американского писателя Стивена Кинга. «Три фишки» отправляется в джекпот. Мы вас отпускаем. Собственно, итак, у нас вторая дуэль между Дмитрием Даниловичем, «Тимон123» и «Юра-си-ком». Отмуть его там, я не знаю. Скажите ему, чтобы он там пришел. Да, он этот шапанет это. А что с первым турниром? Итак, сейчас мы играем решающую дуэль в матче «Юра-си-к». Победа одна у Димона и одна победа у... И ноль победы у «Юра-си-ка». Если «Юра-си-к» каким-то невидимым образом сегодня выигрывает эту дуэль, то мы играем, скажем так, в некий режим терминатора. Итак, начинаем. Первый вопрос. Поводом, какому открытию послужило сомнение царя в том, что его корона из чистого золота по легенде. Закон Архимеда, лотое сечение, теорема Пифагора, философский камень. «Юра-си-пси-пси-пси-пси-пси-пси играет свой ответ». Что же насчет Димы? Ну и как всегда, пинг... «Философский камень приносит победу Юра-сику». Три фишки в джекпот, которые составляют 5 тысяч минус 260 рублей. Это 4,740, по-моему. Да, 4,740. Следующий вопрос. Как звали жену фараона Эхматоман? Изис, Меретатон, Нефертити, Хаджипсут. Не умеете считать. 50 уменьшить на 5, это 260 вообще, а не 240. Я же правильно посчитал. 4,740, но после этого ответа может стать на 5 меньше или 5 больше, кто знает. Верный ответ. Нефертити. Следующий вопрос. Как распространяется дизентерия? Воздушно-капельным путем укусы зараженных диких животных, укусы зараженных насекомых, употребление зараженных продуктов и воды. Если это употребление зараженных продуктов и воды, то, собственно, мы продолжаем правильный ответ. Нет? Конечно. Следующий вопрос. Вопрос номер 4. Какой из этих городов является столицей? Антверпен, Женева, Копенгаген, Роттердам. Ну, это простенький вопрос. Итак... Ну, конечно, Копенгаген, Дания. Итак, пятый вопрос. Как звали маршала Жукова? Александр Михайлович, Георгий Константин, Георгич Петр Николаевич. Этот вопрос очень. Ну, куда тут? Я, наверное, Константин с Жуков, понятная дело. Маршал... Конечно же, Георгий Константин. Тем временем, статистика такова. Ну, мы, конечно, отправляем одну фишку в джекпот. Шесть фишек у Юрасика, нет акселератора. Восемь фишек у Димы. Акселераторы оба в бою. Пятый вопрос. Или шестой вопрос. В общем, на месте разберемся. Действие какого романа Александра «Тюма отца» происходит в России? Асканио. Предводитель волков, учитель фехтования, черный тюльпан. Итак. Ну, тут вы пошли практически ва-банк. Верный ответ. Все-таки учитель фехтования. Пять фишек отправляется в джекпот. Который сейчас составляет 4700 рублей. Седьмой вопрос. Комаргу. Это порода. Кошек, лошадей, обезьян, собак. Сколько же там вот это в интерактиве? Интересно. Верный ответ. Лошади. И довольно быстро ситуация на поле изменилась. И сейчас Юрасик. Практически бессмертен. А вот Диме придется поторопиться. Точнее, посторониться от таких моментов, когда можно проиграть все. Итак. Постараться. Вопрос номер 8. Кто написал оперу «Летучий голландец»? Александр Серов, Генри Пёрксел, Рихард Вагнер, Овер Камбер. Обожаю музыкальные вопросы. На последней секунде. Зачем вы только делали? Если это Рихард Вагнер, мы продолжаем. А мы продолжаем. Одна фишка в джек-пот. Ситуация накаляется. Девятый вопрос. Кто из этих лидеров белого движения в России впоследствии стал генерал-майором армии Чехословакии? Кутепов, Витковский, Миллер, Войцеховский. Было трудно. Да, да. Согласен. Но как бы... Как бы то ни было... Да, пофиг, рискнем. Если это Войцеховский. Продолжаем. Правильный ответ. Войцеховский. А это значит, что мы играем сейчас два вопроса, на которых вы можете играть с одной фишкой. Если по истечении двух этих вопросов мы не узнаем победителя, мы играем решающий вопрос. И вопрос под номером 10, который пока что еще не задействует населератор. Вот он. Во время кронации какого императора произошла трагедия на Хадынском поле? Александр второй, Александр третий, Николай первый, Николай второй. Дима фиксирует свой ответ. Что же насчет Максима? Дим, сейчас акселераторы тебе более чем не нужны. У меня нет слов. Это последний вопрос. Этой дуэли. Одиннадцатый вопрос. В каком по счету месяца земля находится на минимальном расстоянии от солнца? Владимир Путин, НС Мартынов, СП Осипов, ТП Гудшин. Следующий вопрос. Мне это очень нравится. Вот тебе и поскалочка. Спасибо. Световые сигналы какого света не применяются в дорожных светофорах? Белолунный, желтый, зеленый, синий. Что-то у вас на железнодорожную тематику потянулось. Дуэль окончена. Если это белолунный, то дуэль окончена со счетом 2-0. Если это синий, то закончена дуэль 1-1. И мы играем решающий вопрос в любом случае. Правильный ответ. Синий. А где вы изнутри любите? Итак. Ну, зачем стало, что синий обычно используется в железнодорожном транспорте? Нет, синий больше. В полиции не есть. Так, ну, при такой полемике я предлагаю переиграть вопрос. Тогда играем следующий вопрос. Я возвращаю вам... Я возвращаю Ерасику фишку. И Димону тоже. Так, сейчас я пороюсь в переменных. Подождите. 1-1. Акцелератор вообще. Какой музыкальный инструмент является самым крупным из струнных смачковых? Альт, виола да гамбо, виоланчель, контрабас. Альт, виоланчель, контрабас. Альт, виоланчель. Я сейчас посмотрю, пожалуйста, хинк, потому что мне надо было завериться в правильности ответа. Если это Виолончель, мы играем решающий вопрос. Если это не Виолончель, а Контрабас мы заканчиваем дуэль со счетом 2-0 и заканчиваем игру на сегодня. Правильный ответ. Контрабас! Комментарий, можно вопрос? Самый крупный по размерам и самый низкий по звучанию. Имеет четыре струны, направленные на Ми первой октавы, или на Ми первой октавы, там одиннадцатая октава, по-моему, на Ля, на Ре и на Соль. Диапазон от Е какого-то, это Нэ. Ну, в общем, тут как бы... Дима, я тебя поздравляю. Спасибо. Ты проходишь дальше, я сообщаю счет... 1-0. Ну, а завтра, 30-го числа, мы узнаем следующих победителей нашего турнира по дуэли из пар. Максим, Извеков, Александр Пушкаревский, Вадим Иванов, Иван Степанов, Кирилл Алексеев, Вальника, Интибеляев, Дмитрий Некрасов и Глеб Козлок и Вячеслав Мартынов и Кирилл Халопин. Мы сыграем дальше дуэль тратимов-сюдведев, ну, а вам я хочу сказать спасибо за то, что посидели с нами и до новых встреч! А скоро, дорогие друзья, Гинго на 42, Гинго 42, приходите... Покой, попой, щек, пеку.